У меня мать, она вообще всю жизнь за здоровое питание. Серьёзно, прямо загоняется, листва в разном виде, вот эти вот все темы. И это проблема для меня, потому что это всё начиналось с малого. Я помню, как я однажды прихожу, чешу нос, прихожу, значит, на кухню с утра, и говорю, мать, смотрю в тарелку и спрашиваю, мать, что это такое? Она говорит, это еда. Я говорю, слушай, я не спорю сейчас о понятиях, я имею в виду, что это за ошмётки в воде плавают. Вот что это? Это остатки супружеского счастья, да, мама? Она говорит, отличная шутка, пацан, но на самом деле это твой сегодняшний завтрак. Я приготовила тебе сегодня семена папайи. Я говорю, мать, ты слышишь себя? Семена, семена, это даже не еда. Они недаром так называются, семена, да? Это по сути зародыши еды. Когда-нибудь это станет едой, но нам остаётся только ждать. И она говорит, знаешь что? Здоровый сыночек, приманка для дочек. Я говорю, в таком случае ешь это сама. Она говорит, с чего это? Я говорю, потому что здоровая мама для сына реклама. Она говорит, ты в курсе, что ты сейчас пытаешься со мной, моим же оружием бороться? Тебе в любом случае придётся это съесть. Я говорю, да, но завтра. Да, но завтра. И я ухожу, и я, честно говоря, понадеялся, что к утру эта еда прокиснет, так? И я такой, ты в ловушке тварь. И она, о боже, я воспитала злого гения, да? Но я не учёл, что это здоровое питание, растения, да? У них есть свойство расти. Поэтому я был очень удивлён, когда на следующее утро я прихожу на кухню. Она ту же самую тарелку протягивает. Я спрашиваю, что это такое, мать? Она говорит, то, что ты вчера не доел. Я говорю, как-то не похоже. Она говорит, естественно, дебил. Это ростки папайи теперь уже. Я говорю, мам, хотя просто есть это ростки. Ты решила оформить меня, как теплицу, да? Она говорит, нет. Просто я подумала, что... Здоровый сыночек, приманка для дочки. Я говорю, да, но завтра. Я даём это завтра. И я, честно говоря, подумал, что к утру ростки из-за неблагоприятных климатических условий не дадут посева. Но я совершенно не учёл, что комнатная температура нашего жилья вполне сойдёт за субтропики. И я был очень удивлён, когда на следующее утро я прихожу на кухню. Она ту же самую тарелку протягивает. Я спрашиваю, мать, что это такое? Она говорит, то, что ты вчера не доела. Я говорю, как-то не похоже. Она говорит, естественно, дебил. Это деревце папайи теперь уже. Я говорю, мать, как это есть? Деревце, ты слышишь себя? Деревце! Оно длинное. Оно даже не сварилось до конца. Оно торчит из кастрюли. Оно будет царапать мне рот. Я буду в автобусе ехать цеплять людей. Они будут думать, как этот декоративный горшок заплатил за себя. Это как это есть? Она говорит, здоровый сын. Я говорю, закрой рот. Закрой с собой лицо. Завтра это и в это завтра. Я понадеялся, что к утру термит, живущий в деревце, уничтожит его изнутри. Но я не учёл, что даже термитом стало интересно, чем всё закончится. Я был удивлён, когда я на следующее утро прихожу на кухню, и я понимаю, что я не могу зайти внутрь кухни. Путь преграждён. Я говорю, мать, что это такое? Она говорит, то, что ты вчера не доел. Я говорю, как-то не похожи. Она говорит, естественно, дебил. Это папаевая роща теперь уже. Я говорю, мать, папаевая роща! Слушай, как это есть? Это невозможно есть. Я заболужусь там. Я заболужусь в еде. Я говорю, если что, иди вдоль реки. Я говорю, завтра, поговорю об этом завтра. Я понадеялся, что к утру нашей квартире придадут статус заповедника. Но я не учёл, что в таком случае потребуется разрешение Минприроды каждый раз, когда мы захотим попасть к себе домой. Я сказала, да. И я был очень удивлён, когда на следующее утро я прихожу на кухню. Она протягивает ту же самую тарелку. Я спрашиваю, что это такое, мать? Она говорит, то, что ты вчера не доел. Я говорю, как-то не похоже. Он говорит, естественно, антибил. Это вселенная теперь уже. Я говорю, что ты что? Он говорит, вселенная. Ты же тупой? Ты не учил основы астрономии? Вселенная. Я говорю, как? Он говорит, разрослось. Я говорю, вселенная. Я говорю, вселенная, да? Тут есть вселенное место, где есть всё. Здесь всё, да? Всё, о чём ты только можешь подумать. Переводы Гоблина, да? Всё. Катафоты. Всё. Сквер где-то в детстве катался на паровозике, да? Здесь всё. Тут есть всё. И ничего. Тут есть всё. И ничего. И ничего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В общем, это небольшая проблема для меня. Я надеюсь, что да, со временем решится само. Спасибо большое.